Все, всем за плюсы спасибо, запись на главной появилась. Такс. 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 Так. Такс. 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 Так. Такс. 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 Уп, прыгаю, губля. Да, гоблин. Так, Глайгарит готов. Так, ну то, что 2 бо 2 я помню, вот. То есть, Блайгарит 1-0 повел лучше, если он гоблина сильнее, намного выигрывать его. 2-0 это поможет выйти из группы, так как там каждая карта будет важна, вы так понимаете прекрасно. 2-0, учитывая, что да, как бы можно выиграть и 1-1, разница есть значительная здесь. 2-0, учитывая, что да, как бы можно выиграть. Блайгарит 2 базовых батонов, а что стрим какой-то был, что ты молчал, сидел тогда, я не понимаю. Почему мы сидели, ждали чего-то, непонятно чего. 1-0, Блайгарит 1-0, погнали, ребят. Вторая карта, Блайгарит против гоблина у нас. Ну, пару часов этот турнир пойдет, там многие матчи одновременно идут, соответственно, поэтому... Хотя вчера он быстрее прошел, чем сегодня, наверное, будет. Почему? Потому что вчера этот, как его... Вчера у нас одного игрока не было, кто-то там отказался от участия, хотя сегодня тоже может быть такая тема. Ну, кстати, Блайгарит приходит, говорит, гоблину, что он... Ну, не будешь ты базу пока здесь иметь. И гоблин 10 пробок сразу же берет. В итоге, вы видите, в два раза проседает просто-напросто. Ну, важно не отменить хату побыстрее, чтобы побыстрее Нексус могу заказать. Я бы обычно старался пробками вот такой, ну, куда-то сюда заводить, еще пару пробок, чтобы... Вот чтоб тяжелее вот это было сделать, надо, как окончается, ХП, стараться кликнуть вперед и не дать там заказать эволюшн оппоненту своему. Нексус попер, все-таки от гоблина пробочки на мейн пошли. Ну, смотрите, сколько в инкаме было. Несколько сотен минералов. Ну, как несколько сотен, пару сотен, тройку. Не досчитался здесь гоблин. Где-то кибернет-чика у нас поперла в рампе. А, понял. Ну, отлично, что гоблин ФП стримит. Я еще-то не заметил. Даже. Сейчас посмотрим. Почему его на Team Liquid нету? Почему-то на Team Liquid почему-то его нету. Где ты его вообще нашел? Даже в Non-Future. Странно это. Ну, ладно, не суть. Теперь я в игре, и теперь будет проще, потому что я буду выходить, как бы, и идти на тот сервер и в те игры, где Блай будет играть просто. Вот, ребят, подвлочил Блай вначале Нексус Гоблину. Гоблина странная. Это застройка. Здесь раз-два гипты еще будут ставиться. И Twilight Glef'a будет. Так, раз-два гипт сюда, и здесь еще один будет сейчас просто. Здесь проход. Стеночки здесь, может быть, они здесь выходят. Нет? Пробка. Можно пилон поставить, как бы, и если даже выходила бы она вообще. Здесь пытаются Гоблину разбить. Блай вот не туда летит. Он здесь не может сныкать с Овера. Куда-то летит, чтобы Блай вот сюда бы летел. Возможно, он бы даже ушел бы. Кстати, Блай овера потеря будет в итоге. У Блай руч ворон делается. У Блай скорость с собаком готова. Через несколько секунд, да, вот готова скорость. Так, и плюс два газа поперван. Ну, от Гоблина, соответственно, выход какой-то на глефах, адептов. А, это вообще улын. Гоблина улын. Семи гитов адепты просто с глефами от Гоблина. А, вот он овер Блай сбил и решил, что почему в 10 не проулынить вообще. А, у него какой-то никнейм хитрый, тут у Гоблина смотрю, да. Поэтому я и не понял, где там что происходит. Хитренько адепты так стали, смотрите, интересно. Тут кармашек такой вот, да. Встал, хоп, а ничего имени сделать. Ну, Блай, кстати, ручи делаются. То есть, в принципе, если Блай здесь еще стенка, если Блай поймет, что сейчас происходит, он просто подстроит еще ручи больше в перспективе. А вот ему скорость пошла, и просто задефится спокойно от всего, как бы, и будет нормально. А он видел, что будет 10 вайлайт и глефы вообще. Ну, и пошла атака гоблинская сейчас. Блай контур рыв делает, как ясновидящие тут на сталкера просто. Пилончиками заблочил. И вот дойти, да, пилон, кстати, здесь очень быстро пилон можно разобрать, но 2 СН3 у Гоблина, поэтому не разобрать будет. Блай видит давар, здесь адептов ручи реально много у Блай. Надо адепт минусовать, да, вот только Блай фокусит причем активно сейчас. На 2 Роуч пришли, на 3, 3 Роуча. Блай куда ты Роучи-то увел? Какой контроль от Блая ужасный, смотрите. Вместо того, чтобы они гнали здесь нормально, Роучи были здесь, Блай вместо того, чтобы продолжать бежать за адептами, у Роучи увел, в итоге по рабочим Блай в жестком минуте уже. И это может кончиться для Блая плачевно, это уже для него как-то плачевно. Хотя у него Роучи на скорости, он сможет контр-атаковать, и вот он очень эффективно сможет, между прочим, контр-атаковать. Но нахера дронов на муве так сливать? Сколько Блай потерял? 27 Робочек уже Блай потерял, как вы видите. Ну здесь отбивается, Роучи пачкас, преследует адептов. Здесь в газ они атакуют. ГГ, Гоблин пишет, он не стал даже сопротивляться, здесь понимая, что Блай все прикрыто. Так, что-то будем молчить пока. Субтитры делал DimaTorzok Так, он фарблай. Так, он фарблай. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что, Блай говорит, подожду немножечко. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, а где здесь Блай Азури? А Азури здесь вообще? Сейчас узнаем. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Так, играет этот Азури, короче, пока. ДимаTorzok Блин, ну что-то долго тут все, что-то долго. Так, ладно, пока позвоню, чтобы потом не отвлекаться, пару звонков сделать. И ждем Блай, скоро он начнет играть, точно Кайлу. А, мне же еще звонили, перезвонить надо. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Основные оппоненты... Семпер... Тиран... Канадский... Корейский... Шана... Тиран китайский... То есть, наверное, самые сильные игроки здесь... Да не, наверное, а точно... Кайлы... Ждем пока же... Пока разминка так... Продолжение следует... 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 Тэкс, ну что же, вроде все здесь. Азури ведущий, поехали, ребят. Наконец-то что-то начинается, блин, долго мы, очень долго сидели ждали. Я надеюсь, следующие пары как бы быстрее будут доигрывать, и у Лая будут сразу оппоненты на самом деле. Потому что пока что что-то, блин, разрывы какие-то большие по таймингу. Напомню, что это не Бо-3, не Бо-5, не Бо-2. До 1-1 счета, или 2-0 играется, как бы две карты, и все, и очки даются. Но игра начинается. Азури против Блая. Ну так, АПМ как бы 200 с лишнему Азури, 200 с лишнему Блая. Блай через овера играет. Пул первый будет, или хата. Пул первый решил Блай сыграть. Безгазовый, видимо, то есть будет оббегание лингами. Так, или так, я не знаю, сверху или снизу имеется в виду. Вот. Попытка подгрызть немножечко здесь. Так, АС. Барагас у Азури билд, соответственно, был. То есть это Рипер в Сецеху, возможно, в передрок Мариков. 16. А может вообще в Марика здесь билд изначально будет, не знаю. Если в Марика, то это с фактой будет. Если в дроп, то тогда Рипер, видимо, будет у нас отыгрываться здесь. Так, дрончик еще от Блая делается. Не туда он пошел. Надо было вручную контролить сюда. И Блай 6 собак делает. 6 это много. Обычно не делают столько много для забегания. Как бы делают 2 линга-4. То есть самое главное их задача Рипера отвлечь. Потому что 6 все равно Цеху не смогут отменить. Как бы это очевидно, да, они КСМ-ку смогут подгрызть. Но убить Цеху под Рипером точно никак не получится. Потому что там и гранатка, и Рипер. Но если, конечно, он здесь будет, он вернет сюда. Можно сверху КСМ-ок вывести. Без КСМ-ок выводить. С другой стороны, 6 собак могут минуснуть КСМ-ок. Собаками Блай прямо через центр бежит. И здесь через ХГ пробегает. Прям идеально с Рипером. Разошелся сейчас. Размянулся. Собачки на ХГ тут прорываются. Тут Марик, кстати, есть. Обратите внимание. Так, Блай решил, что Марик обнаглел. Здесь Нючка Азури. Мариком своим решил его заминусовать. Но Марик ушел Нючка дальше. Так, просто его не минуснуть. Рипер, конечно же, возвращается. Но оборваться в Марик. И что Блай там боится? Ну, кривовато. Абсолютно кривовато врывается. Собачки задеможились. Рипер прилетел назад. Ну, тут минус лингив. С чего Блай убил-то в итоге? КСН-ку Марика вообще ни о чем. Ну, нужно было сразу, пока собаки не дамеджные были, как-то Марика стараться. Четырьмя там фокусим рабочего. Одного, двумя там в Марика пытаемся ворваться. Или сразу пытаться было. А Блай что-то сразу не ворвался. Потом уже в тупую, радкликом в Марика ворвался. Кэш КСН-ки. Пока их обтекают собаки, они там пилят по 5 дамеджей. И ничего. Ну, то есть, очень собака дамеджит. Как бы они не могут много убить в итоге. Плюс 5 дронов. Ну, Блай в плюсе по рабочим. Я думаю, таких как Азурья, иглорков, Блай вообще испарится. Здесь ничего. Надо на классе выигрывать просто. И как-то так вообще. С Роуч Ворон пошел. Ну, там есть значительно более сильные игроки в группе. Как Пингвин, Кирейц. Как Шана, китайский тиран. Как кто-то там еще я говорил. Кто я говорил? Сэмпер, да. Про тиран. Канадский. Ну, все они Блай по зубам. Ну, сервер помнить нужно, что американский. Пюська его. Пинг не Блай ни на руку здесь. Ну, прежде чем Сэмперу там уже он из Канады. Это халява. Ему на своем сервере играть, естественно, будет. Ну, вот. Смотрите, у Блай скорости 7 роучей. За оказывается это роуч прессинг. Это 11 роучей. Вот это вообще уже серьезная заявочка тут, да? 4 гелика рипергоняя. Здесь, наверное, криптумор один поставить. Еще дальше. Чего? Почему бы нет-то? Королева 65 энергии. Блай ставит криптумор раз. Ну, только в одном. Ну, правильно, почему-то у него крип идет. И только один криптумор при этом все почему-то у него вперед идет. Сюда нет крипа. Сюда тоже один криптумор. Ну, роучи пошли с другой стороны. Это улыбный такой билд. И, естественно, тут Блайка. Вот. Блай не крип здесь основной. Будет роль играть в этой игре. Сейчас будет играть основной момент, как Блай сюда зайдет. А ведь здесь танк с Ревеном строится, между прочим. Здесь танк не успеет. Так, здесь риперы минусуют. Блайщик двумя лингами. Сэмпер летит четырьмя. Еще как ге... Простите, Сэмпер. Азорит. Еще как сконтролит непонятно геликов здесь на мейне. Тиран. Потому что, если он их сконтролит хорошо, то ничего хорошего Блай не ждет. Собаки забегают прямо в мейн, ребята. Автотурель. Танк минусует. Блай. Это провал для Тирана. Собаки набегают. Пачка. Депохи не закрыты. 1-0 Блай. Но гелики даже не помогают. Гелики. Понятно, что они бы рабов нажби, но Блай их отбил даже королевами бы рано или поздно. А Тирану просто нечем отбить этот выход. 1-0 Блай. Так, Варди что-то там ожидает. Варди другие матчи ожидает, соответственно. Блай, надо не так быстро выигрывать. Но опять нам придется ждать. Что за бред, бля? Ну, прыгаю в игру. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. путь на айур карта у нас вторая соответственно че у нас в таком кончилась игра, да еще у нас тут народ, смотрю порядочно 128 человек, ну потому что я стримлю игры отличные от игр варди я стримлю блая, потому что это наш игрок, из него надо поболеть вот а варди стримят другие игры соответственно, поэтому такое разделение есть, пересечение аудитории так сказать вот ну а вы помните, кому стримы нравится подписывайтесь на премиум, отключайте облок и поддерживайте меня на мой канал естественно, по реквизиту писание через плеер хата опять пул первый от блая, но в этот раз Азури решил разведывать ксм увидел все это дело ну и нет смысла была собаку строить, но в этот раз то он две построил то есть это более макро такой ориентированный билд здесь два марика у Азури без рипера кстати, париться нечего здесь поэтому на агрессию какую-то за агрессию куда беспокоиться агрессии не будет мпмчик вообще одинаковый почти здорово всем на СК2ТВ кстати так очень хочет тиран пить овера блая уходи наверх ну ушел блая овер а здесь и нету а или вот здесь вот над елками над этими можно зависнуть сомневаюсь, что над елками можно там зависнуть собака ксм-ку грызет все блайд сразу, посмотрите, он сгрыз сколько хп 15 осталось а моряки здесь еще шли, а блайд ссм грыз сразу среагировал бы и сгрыз бы ксм-ку скорее всего не надо вторую собаку отдавать, она уже ничего не сгрызет что-то очевидно ох, еще я депоку чуть не открыл сейчас азуры его дает кстати блайд спалил старпорт но видел, прокликал ли он что-то старпорт ну а что это еще могло быть и блайд сразу же лэйр принимает решение заказывать либо шпиль как блайд любит либо это будет нидус роуч ворон не знаю, ну блайд понимает блайд играет здесь агрессивно как в предыдущей игре, я думаю что почему так блайд делает, потому что он ну уверен в своем превосходстве соответственно на классе как бы что-то называется он не боится абсолютно делать всякие чизы руч ворон пришел, да ребят это похоже на нидус, очень прям сильно похоже но овер один то был сбит а второй вот он, куда нидус то этот зайдет надо на хг делать прямо вот сюда нидус а у блая не получится так, собаки принимают геликов, видят сейчас азури роуч ворон прекрасно собаки то принимают, но до конца то не допринимали на самом деле нидус у блая прям наглую пошел блай оборзел по-моему немножечко, нет? даже тиран геликов перестал контролить ни хрена думает вообще наглая такая 4 роучи то есть блай решил, что прям вот так вот он возьмет и в лоб убьет, но надо а, все он отменяет нидус и шпиль заказывает и 4 роучи здесь оборонительных таких они сейчас на муве пойдут надо оверсиры было сделать, залететь здесь два бункера уже поперло Банша на мэй нет, и, кстати, банша никуда не летит ну вот что майн геймс животворящий делает, как говорится просто взял, отменил нидус и шпиль заказал кстати, скорость роучем делается ну, скорость роучем вся эта мутка роуча, возможно, блай попытается точку поставить в игре таким образом, он любит такую спасибо, Димас спасибо всем, пацаны пульк плюнул сейчас углая роучем и здесь банша сейчас мэйна придет здесь есть овер его надо сныкать три бункера, просто жесть там добункерился вообще весь тирана, углая третья хата углая десятую раскач нужен оверсир обязательно и нужно так, здесь и захватил а, здесь мизжена нет ну, захватил-то, а визжена-то нет надо сейчас улететь просто вот сюда куда-то сныкаться была, да, овером или даже вот сюда куда-нибудь вообще сныкаться что его терять-то шпиль есть пять муталисков поперло ну, можно вот шесть заказать да, больше и не надо особо здесь на самом деле была муталисков так, а банша где? банша рядом с мэйном все еще либератор летит какое ему больше-то тут муты пил королеву там она вообще тут на землю-то нету даже этого вообще куда она там стреляла-то а не, вот здесь вот одну лапку засунула королева в рейдж либератор ну, власть двух сторон его выжил отсюда, в общем-то нечего здесь делать на моей территории 53-51 муты восемь штучек готово так, шесть муталисков уже здесь баншу минусует влай не ожидал явно тиран сейчас прилета муты сейчас туреток нет вы видите ДКСМ-чку минусли минусует байксм-чку захват от циклонов надо уходить туретки не было здесь влай не влетел и ничего не наубивал вообще 8 муталисков здесь есть плюс дрона 64-52 барабан эволюшена попозднее, конечно, у вла здесь, чем у оппонента инженерки ну, все грейды будут делаться ну, мускорас здесь происходит вот увел же та овера, блин вот что он здесь висит влай овером уведите его вниз ну та отвел тут вообще нельзя все до конца нормально делать так 74-55 по рабочим влай инфестейшн эээ грейды, кстати, рейнжовые пошли почему-то почему здесь же явное био влай решил, что он сыграет именно вот так почему-то, не знаю еще муталис летает плюс 6 штук было заказано 14 мутальков уже 2 автотурели все дэмэджиное но ничего не погибает здесь сейчас автотурели кончатся и можно продолжать это направление будет уничтожать влай турец в лазуре очень молодец хорошая работа среагировал турец вычинял влай продолжает шатать мейн несколько рабочих еще минус ну муталиску две штучки потерял сейчас точно можно сказать 12 осталось инженерку в которой ничего не делается влай ну молодец зато минус нул мута улетает здесь опять же харас на дальней базе вторая турец готов еще один муталиск минус не страшно но незачем было сливать мута роуч это любимая это вообще олдскульная тема мута роуч эти то есть муталисками нахарасил даже если не убил просто потом тайминговый выход с роучами идет это практически улын то есть но он очень опасен на лимиты какие лимиты здесь и боевые ветераны 40 мариков 0 мародеров 1 танк и все и 20 клонов вот что их танк 20 клонов это вот все что смута и эффективно бьется марики понятно но марики еще даже без щитов вот роучи заходят минус танчик минус а нет танчик вот ну сейчас танчик минус будет даже боев не покусит гг изи 2-0 вообще ну тут на классе было сильнее явно здесь да как бы чему оппонент его так опять же у бла нет оппонента сэмпер дальше с блаем будут биться на 10 минут в игре сейчас посмотрим что то происходит Кто такой EG Deseruptor? Я даже ХЗ, это гоблин, наверное. Да, ведь тут Семпер жёстко, не, ну Семпер достаточно опасный тиран, я вам скажу. Привет, маньяк. Ну вот я хочу ворваться сюда, перед Блайем, посмотрим эту игру, потому что Блай с Семпером будет играть далее. Ну тут Бум, блин, он догоняет, конечно, но ХЗ как будет. Я не могу, чтобы, что Семпер, не забываясь, чтобы они не ходили на тиране, чтобы они были выбрали фоеникс липсы, или, вы знаете, триллит в депс, Я не понимаю, что я больше, чем 4-4 медаваки, которые просто сидят там и ждут, и ждут, и ждут, когда можно, вы знаете, если вы их вернете, вы уже в очень жестокую позицию, и сейчас эта позиция уже не существует, и сейчас он должен это реагировать. Важно интересно, что Семпер создал только 2 Семперы, и обычно, я бы я imagino Семпер сталью, когда я смотрю играть, я чувствую, как обычно... Тут Грэйды раньше у Сэмпера, всё раньше всё лучше, вообще. Тут уже у второго, смотрите, Сэмпер собрался шатать. Интересный момент. Да, ходят, кстати, одни адепты, вообще. Чё, если Сэмпер просто жёстко давит, вообще? Не может, а, длиться? Протс. На третью варвался, Нексус минус 2. Чё, если Сэмпер жёстко играет, на самом деле? Но игра пока не кончается, я, насколько я вижу. Чё там игра-то ещё идёт? Там просто опуск какой-то происходит вам. Не извиняюсь. Так, 1-0 там. Ведёт Сэмпер, ребят. И у нас вторая карта, как раз посмотрим перед играми Блай. А Блай сможет тоже посмотреть спокойно и подождать. А вот Блай Сэмпер, это уже будет интересная игра. Блай Сэмпер, это уже будет интересная игра. Продолжение следует... 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 да и нект пошел а здесь очень интересный выход циклон который уже давным-давно в игре в этой был плюс мариков пачка хорошая такая если быть точным 14 мариков это реально много и реактор на фактурке это и далее это что минки что ли будут может быть минки может быть не минки я даже не знаю внутри эти нексус сто процентов будет отменен станет сэмпер видит все прекрасно еще пилон то он не убивает нексус и пилон в итоге отменяет на факте да там минки пошли плюс один готов играет щиты скоро будут готовы и стим ну стим 40 секунд дольше всего стим будет сейчас делаться дома там вами девака делся три барака работают туретки есть да они уже давным-давно есть треть цеха скоро будет и минок все больше и больше можно будет взять эти две минки соответственно плюс 2 новых 4 плюс еще медики что привести патчем не патчем еще право патч никакой информации нет конкретный что там сделают к его точнее информации что сделают на это поменяется еще раз еще скорее всего навряд ли с первого раза так прям все по балансу удачно вы это просто надо ждать здесь орбиталка третья туреточка еще одна пошла медивайки подлетают и щас минки плюс био врыв будет может быть камни имеет смысл проехать если камни пробивать то факту легко будет обнаружить крему а пока она за камнями стоит спокойно и все так приходит сэмпер попытка минус плюс третий никс идет четыре минки здесь у него есть еще он боится-то не помню ух по фениксу прилетела еще и с флешем надемном по моему юнитам досталась некоторая порция дэмэджа падает газ часть мариков за минеральную линию забегает но малая часть и феникса минус нули в итоге либераторов одного сюда а вот их два уже смотрите четыре минки плюс два либерат не сэмпер молодец он четко отыгрывает очень даже я бы сказал чем не такая большого него это ппм гоблина вышла значительно не третий падает получается я зашла на долю секунды под либератора ну там так и не сделать пеникс 1 минуту на минки хочет сэмпер оппонент его пришел продолжается давление 141 114 по моему здесь все ясно диск это distance mining экономики нет ничего нет ну как ты вообще без без шанса выглядит пара для сэмперка все здесь нам на третье минка есть но он единственное что сэмпер как-то не спешит додавить у него природа здесь большой дома остался но сейчас дроп на мэн заходит интереснейший такой минки будут переводиться они не будут либератор сзади разложен чем там вообще разложен непонятно вот это ядерный бабах сейчас был со стороны мин столько мародера здесь выхода остались 150-112 сэмпер с другого но правильно идет да выкопай минки то отведи отсюда их нафиг что терять то вообще 4 медивак плюс белый либераторов нет это плохо без либераторов вовсе тяжело убедить три колосса тем более с рэнджом так секундочку она реально пришла блог белый сэмп Такс, ну что, 2-2 апгрейды пошли. Уже у Семпера здесь 1-1 у Протса. Твоя лайт вообще есть? Есть. 2-2 не заказывает, кстати, чуть Семпер. Не знаю почему. Хороший дроп такой из 3-х мидиваксов. Прямо на мэй зашёл. Здесь колоссы рядом, всё рядом. Ну в это время 3-й Нексус Семпер отменяет, короче говоря. Мазеркор минус пробки, минус пробки. Ну это я не знаю, это вообще какой-то... разного уровня вообще игроки. Ну Семпер себя очень с хорошей стороны показывает. Блайл, видимо, будет непросто. Блайл же выиграл Семпера Азуре. 4-0 у него по картам, соответственно, это хорошо. Но с этими товарищами тоже надо поаккуратнее быть. Потому что выйти-то он уже выйдет, наверное, из группы, но нужно выходить на нормального оппонента. Так, четвёртый. ЦС уже 170 на 110 по лимиту. Догрузился Семпер и полетел вперёд. И здесь тоже пачка хорошая такая ходит. Пять медиваков. Просто дроп сейчас. Только колоссы ушли туда, а Семпер сразу дропается. Пять медиваков. Стимит часть юнитов. Часть стимит. В тыл колоссам забегает. И чё загрузился-то? В тыл же зашёл. А смысл улетать было? Вот сплетанулся бы здесь по шире фронта, здесь бы в тыл колоссов бомбил. Я не знаю, чё Гоблин хочет в этой карте. Уже давно пора написать ГГ и, блин, смотреть нормальные игры. Такие, как Блай против Семпера. Например. Ну и Блай против других игроков. Продолжается давление. 200, почему-то упор. Он Семпер не может настроить. Где имеет 500 и 200. А, ну он викингов решил. Он, кстати, в чистом био вообще без викингов против колоссов здесь дрался. Конечно же, не додавил. Вполне логично. Ах-хм. 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 Кстати, фугаса Семпер забыл сделать. Хех. Викинги в тупую фукусят колоссов чё. А чё био-то стоит? Всё, попёр Семпер вперёд. Здесь Гомблин ждал пока вот этот опуск произойдёт, чё ли. Я не понял, чё он ждал вообще в этой игре. Он аж матч покидает. А чё хотел-то сделать? Непонятно. Влайт Семпер у нас сейчас будет, ребят, ждём. Вот. Запуск. Ответ. Ответ. Всяer. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что тут третья ццеха А знает ли Семпер о том Что углая Нидус вообще Сейчас узнает Ну теперь даже не знаю Как этот Нидус должен выходить Гелики заехали Хотя, а как он не зайдет Здесь такой билд, что танчика нет Ничего нет получается Да, бункеров настроил, но в них посадить-то Три марика, нечего абсолютно Похоже, что Блай сейчас еще и Нормально все здесь делают этим Нидусом Друг пора уже пилить Что-то Блай, а, у него газа нет Ничего себе И овера минуснула Вот это провал Сотика газа не было Бункер, минус сейчас танк Ну Блай успеет-ка сюда запилить Ну здесь ведь бункера И мариков уже далеко не три штуки Вообще Пошел бункер Ух ты все Ну, что же Ура Так, вот что-то 3 барака Мидус не удался, углаю Это 1-0-7 Похоже, но просрать овера Не имея 100 газов здесь Это по скиллухе было вообще Здесь мула фаст 6 добывает Но там 3 сейчас правда кончится сразу же уже Ну, я не знаю, как было вытащить эту игру То есть это нужно какую-то атаку Опять попытаться сделать А какую-то атаку сделать У Семпера третья цеха, тем более карта С карманной базой Здесь вот такой вот проход Просто здесь танков запилил Здесь бил, встал, там бункерисы надо заказал И все Мидус, но вряд ли еще один пройдет на мейн Так, я уже ответил на этот вопрос на твиче Который Инфестейшн ублая пошел С грейда отсутствует Хотя здесь тоже, ну здесь 2 инженерки Семпер просто броню не заказал Вот сейчас только заказал Меша поддержал ваш канал на 100 рублей И сообщает С детства смотрю твои стримы Аналитика всегда на уровне Спасибо Ты лучший Так, спасибо за поддержку, ребят Ну, тут начинается движуху Дропу уже поперли Вай-два-эвалю Что мы делаем Это, кстати, интересное решение Подземный мух с закопкой Только не надо А, здесь туретка уже есть Ну да, тут Семпер как-то предугадывается Может быть через Нидус Например, за оверсиром сюда Куда-нибудь залететь Ну, Блакеш не знаю Ну, тут все равно увидит Нидус Семпер Ну да, здесь везде все видно То есть, если он успеет Маликов на стиме провести Там даже роучий пару не успеет выпрыгнуть То есть, как-нибудь, чтобы сюда роучий Стучек 8 попал бы на мейн То есть, расплетился бы сюда, уполз Сюда, уполз там Частью где-нибудь здесь бы сныкался бы И, возможно, тогда бы Возможно, тогда бы Получилось бы какой-то урон нанести Но Нет, пока что-то не получается Ничего, Блая В этом плане Но экономику он, кстати, нахалявил Здесь неплохо экономику Свою Раскачал И Так, вот, выход пошел Ну, опять же Блая нужен хайв Тут Какие-то ультралов Нужно каких-то выходить, видимо Вот у нас био пошло Блая видел, конечно, роучим Сейчас еще Причем прикол В чем Дроп от Семпера Вот сейчас сюда прошел Плюс тут выход идет То есть это будет дроп в перспективе А у Блая обороны-то особо нет А роучи здесь Ой, сейчас за залп Там танки вынесут Вообще Пау, тут роучи И туретки Есть Блая не видел, что туретка здесь есть Ну, попытка Не пытка, конечно Что тут говорить Ну, Семпер, я говорю Грамотно Здесь он действовал В этом плане Прилетает дроп Здесь два Реведжера Два роучи Еще один реведжер Морфиса Так этого и недостаточно Чтоб дроп-то отбить То есть это минус На второй базе Карманная экономика Минус юниты Как бы Еще и непонятно Как отбиваться До сих пор Жесть вообще Инфестр минус И 24 дрона Минус Ну, Глай будет до конца Гейминг здесь явно Устраивать в своем стиле 35 дронов Минус 80 на 150 Ну, что можно сказать Поплатился Блай За свои Вот эти Нидусы Блин, уже Постоянно Были моменты Блай уже начал Постоянно отыгрывать Макрос Семпер Это не такой Непобедимый игрок С которым Ну, там Нужно что-то Изворачиваться Делать То есть Играл бы стандартно Блай Нормально все было Можно сказать Что Блай За это Наказали Но на самом деле Блай Исполнил Вообще Еще при этом Всем криво То есть Потеряв Овера Первого При отсутствии Газа Значит Печаль То есть Этот Нидус Хотя бы До стима Должен Проходить Первый А Блай Уже Второй раз Делал И там Просто Юниты Не успели Высадиться Привет Евгений Пеноварев Привет Всем Ребят На твиче Везде Запись Старлиги Кстати Выложена Уже Давным Давно Так что Можете Посмотреть Здесь Идет Добивать Семпер Блай Уже Пока Подойдет Он Правда Микоза Боится Танки Далековато Где-то Там Разложены Сейчас 2-2 Будет Через Несколько Секунд Танчика Семпер Складывает Идет Передроп Даже Медиваками Делает Контролер Просто Семпер Я вам скажу Тут Прямо Вообще Бодро Так Контролит Нужно Прирост Подвести Контролит Бодро Но Пол Армии Дома То есть Но Самый Прикол Что Это Половина Это Больше Чем У Блая Вообще В наличии Армии Есть Потому Что Вы Видите 135 78 Боевой Лимит Продолжение следует Продолжение следует Ну Медленно Но верно Семпер Продвигается Здесь Все Пошел Скан Хорошие Смехозы Прошли Но Их Мало Мало Здесь Еще И Дробщик В Тылу В Кармане ГГ Блая 1000 1 0 Семпер Ну Надо Брать Хотя Бо Карту Я Не Знаю Не Надо С Третьего Выходить Просто Там Система Какая Будет В Этом Турнире То Есть Четыре Группы Получается Будет Выйдут По Три Игрока То То Топ Восемь Они Пройдут Сразу Четверть Финал А Еще Будет Род 12 Стадия То Есть Нужно Еще Попасть Четверть Финал А Нет Погодите Четверть Финала У нас Это Что Топ 8 Так Четыре Группы По Три Выходят Да Нет Четыре Победителя В Четверть Финал Вот Как Соответственно Будет А Вторые Третьи Места Попадут В Род 12 Конечно Лучше В Четверть Финал Сразу Попасть Призовой Тут Штука Баксов Я Так Понимаю За Пятое Восьмое Уже 25 Баксов Есть Вот Первое Место В Рубе Занял Уже 25 Баксов Срубил Блин Деньжище Просто Деньжище Третье 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 Так, ну что же. Так, ну что же. Вторая карта была против Семпера, ребят. Поехали. Так, ну что же. Так, ну что же. 0-0 у нас еще 3. Ой, какой 0-0? 1-0-7 переведет. Ну это бы 2 до 2 побед, соответственно. Если 1-1, то получается 1 очко победы. 3 очка, 2-0. Ну, проигрыш 0, соответственно. Такая система вот присутствует. Плюс как бы еще тут решает в прошлом. Вчера, когда группу мы смотрели, я так понял, что здесь еще решает такой момент, что если ты вот одну карту берешь, ты, одно оппонент. Если ты выигрываешь карту, которую, соответственно, оппонент выбрал, то че там это бонус какой-то, в общем-то. Ну, то есть тот, у кого, допустим, равная статистика будет, но он оппонента карты брал, а не свои. По сравнению с другим, он победит. Пройдет дальше. Так, Блая, хорошее забегание. ЦС-ху задержал 4-мя собаками. 4 уже КСМ-ки минуснул. Ну, это великолепное начало, что тут говорить. Это суперкрутой для Блая размен. Потеряв 100 минералов, убил на 250. Но тут и не только убил, именно по минералам получается. То есть, во-первых, ЦС-шечку задержал. Ненадолго, конечно, задержал, но задержал. У-вторых, убил-то рабочих, которые минералы бы носили с Эмперу в ближайшее время. Так, как КСМ-ка уехала, не понял. На Мейн уехала, да. Почему на Мейн? Мула сюда выкинул. У-вторых, убил. Роуч Вороноблай ЛР. Третья. Но в этот раз третий базы. То есть никаких нидусов не предвидится. Возможно, врыв какой-то со скоростью роучи. Либо сейчас для надежности роучи, да, там и шпиль заказанный. То есть как с Азури вот этим австралийским тираном делалось. Что-то подобное может и здесь делать. Но это далеко не Азури. Это Семпер. Он круче играет значительно. Причем, вот у нас собачки есть группа. Она побежала там ко второй базе. Здесь два Гелика, Рипер есть и еще два строятся. Плюс Блай боится дропа. И действительно, его же нечем отбивать. Надо возвращаться сюда. Лейер не готов. И спорки нет. Минка сейчас копается. И чего? В итоге не дает Семпер Минке. Блай все правильно делал. То есть надо, что бы могло сейчас произойти. Минку агришь. Ну, видишь, примерно, куда она наводится. Медивак улетает. Забегаешь под этот медивак. И, соответственно, можно сплэшем еще по нему урон нанести. Тирановской жиминкой. Кстати, Овера еще одного. Здесь вот только что Семпер убил. Блай. Это было слышно, но я не заметил этот момент визуально. Ну, а Блай рабочих продолжает строить. У него еще 49 будет дронов. Ну, минус. Даня заказанная. 48. Газ заказал. Плюс Эволюшин он устроил. Кстати, Эволюшин один всего, что ли? Только что я два видел вроде строилось. Нет, один. Значит, что-то я не то видел. Четыре Ро ущеринги. Семпера Блай напугал очень сильно. Аж три бункера он заказывал. Именно вот в плане пугать игроков в плане майнгеймсов в этом направлении. Блай, конечно, идеальная ситуация. Потому что в него будут верить. В его эту тему. В его не идутся во всякие такие агрессивные вещи. Больше от него только и ждут каких-то чизов. То есть этим надо пользоваться. И Блай пользуется. 59.44 уже на четверть рабочих больше. Еще заказанная какая-то здесь. И ситуация очень неплохая. Пошли инфесторы. Вот Ро ущеринги делается скорость. Правда, почему один Эволюшин я не знаю. Ну, такой вот билд. Такой вот стиль от Блая. Четвертая хата на золоте поперла. Здесь хай заказан. А вот это неприятно. Геликов нечем принять. Ро ущеринги где-то не на позиции были. Ну, собаки помешали на самом деле разгрому здесь рабочих. Но и даже в этой ситуации 6 умудрился Сэмпер убить. Здесь вообще не критично. 7, видите, и 7-й где-то в другом месте умер, что ли. Да не, видимо, на мэйне тоже. Я проморгал этот момент. Не критично, но зачем лишний раз терять, да, как бы. Здесь Либератор на вторую залетает. У Королевы-то тут чуть ли не на один выстрел хп. Ну, Сэмпер что-то даже не смог разложить. Надо было вот как-то вот так вот раскладывать, чтобы как бы вот здесь граница проходила. И вот эти минералы только забирали. А вот здесь Королева атаковала спину. Получается не очень удачным вообще в целом врыв Либератором. Ну и вот Грейды, посмотрите, ребят, 1-1 готово. Сейчас вторая будет 2-2 делаться. Грейды скоро будут. Сэмпер не будут 2-2 пока делаться. Ну а у Блая второй Эволюшн, вот уже вторая броня пошла и Коготь первый. Причем вот здесь вот идеально. Он после первой брони, во-первых, закал Грейд Блайд, второй. Во-вторых, он как только когда делался Эволюшн, второй там Грейд заказал. И вторая, и Макрохат, и золото заработало. Да, по рабочим уже не там не 70+, там не к 80, но 71 дрон. Это достаточно. Здесь и здесь. Вот что можно добавить? Так, ну и сюда можно чуть дронов добавить, но здесь все равно минералы кончаются. Главное, сюда еще можно 7 рабочих добавить спокойно там и будет нормально вообще. Плюс сюда на газ как-то, да. На мэйне уже все равно скоро кончаться будет. Здесь можно оставить так, как есть. Тут уже вот сейчас все последнее минераленное. И здесь, да, вот уже, считай, нормально добывают. Ну, даже без этого добавления экономика. Хорошая ситуация там в разы лучше, чем в прошлой игре. И крип у Блая достаточно далеко. Но опять же, вот у Блая такая тема, в отличие от корейцев, да. То есть они там много королев имеют, штучки 3-4 оперативных, которые постоянно крип тянут вперед. У Блая там одна поставила изначально, и по одному криптумору. Жиденько, то есть криптуморов мало выбить, достаточно просто. Хотя, с другой стороны, зато скан тратишь, там и немного криптуморов убиваешь. А там 1-2, вот даже жалко скан в этом плане кидать. Ну, тирана не будут жалеть. Но просто вопрос в чем. Королев у Блая 4 штуки, и хаты 4 только что было, одно отменили. То есть нету королев, которые крип бы делали новый. То есть если с тираном нормально, вот игра затянется, например, у Блая, ему крип выбьют здесь, и он не будет больше крипа иметь. Все, он зажмется здесь. То есть нету как бы восстановления, нечем крип восстанавливать получается. Так, 181-165 ультралов, уникальная броня, 2-1 грейды. Но в целом Таблая игру нормально проводит. То есть сейчас будут ультралиски, и вот именно с ультралисками нельзя отсиживаться. Нужно с ними точку ставить. Почему? Потому что даже либераторов, если построить, то микс там танки плюс Био плюс либераторы может бороться очень неплохо, плюс там Семпер может каких-нибудь... Ну не Тора, не знаю, там фактой минки начать строить. Хотя уж смысл минки строить при таком раскладе тоже особо нет. 2-2 грейдики делаются. Здесь второй куготь пошел, третий брони пока не видим. Вижу шпиль, вижу хайв, то есть шпиль это для Грейтер Спайра в перспективе. Но дропа особо не шпионит. Че сейчас Семпер прям под ультрала такой лишился? Типа сейчас сплитанусь, и ведь сплитанусь, смотрите, грамотно-то... Какой-нибудь другой тиран, который в контроле шпиль минус был, не уверен бы был в своем контроле. Он даже, наверное, не стал дропаться, потому что, понимаете, если дропаться в точку, один ультрал отобьет тройной дроп. Тем более, как по очереди юниты разгружаются. Но когда ты элементарно хоть чуть сплитишь, уже там тройной дроп все-таки это сила, ребята. Это 30 лимита ультрал, 6, как они могут не убить его? Ну, убивают, конечно. Хороший Микос. Фаерболы-то где, ё-моё? Вот же стоят реводжеры, блачут. Где-то контроли что ли еще? Да не вроде. Ну и все упустил. То есть можно было сейчас второй кинуть, подвести, 3 фаербола. 3 медивак, конечно, не выбил бы. Хотя здесь много было. Даже, может быть, в идеале можно и 3. Но 1 далековато висел. Но 2-то можно было ближних точно забрать. Блая, но он не законтролил здесь ничего. 181, 173. По рабочему же меньше, блачем у Сэмпера. 3-2, конечно, делаются. Говорят, ну там уже гасты прут вовсю. 4-ая ЦЦеха. То есть дал ожить Сэмперу здесь. 200 лимит они. А, блайкораптор хочет сбивать либераторов. Возможно и брудов. В перспективе точно брудов. Может быть, он хочет даже их ждать сейчас. Я не знаю. 180, 189. Ну, везде танчики есть. 8 штук в общей сложности. Либераторов надо больше тирану. И гастов тоже 2 гаста. Я не знаю, что 2 гаста призваны вообще здесь делать. Да, вошли 10 карапторов. И шпиль. Ну, 3-2 делает. С одной стороны, была как бы... Изначально, когда только ультралы появлялись. Да. Если бы была бы возможность, там тиран двигался бы по центру где-то. Его можно было бы подловить. Или здесь какая-нибудь кривая позиция. И у Балая бы был Вижен. Можно было бы попытаться, да, с ультралами как-то в лоб даже наломиться. Ведь с 5-6 ультралов на такой стадии, когда мы 5 танков и голые бью. И их тяжело очень убить. ЛПСа может не хватить вообще. Так. Оп. Вот этот уже Микос. Ну, как-то блайк. Опять же здесь. Вроде, блин, кидал. Но все равно один упустил Медивак. Но в этот раз хотя бы сбил. Но теперь... Не договорил я то, что хотел сказать. Но теперь уже, когда Блай не поймал такой тайминг на лом и лоб. Теперь уже и смысл ломиться там из стационарного тирана с танками, с либераторами. Когда у тебя хорошая экономика, там грейды делаются. Третья броня значительно раньше, чем у тирана. А эта третья броня раньше, чем у тирана. Ох. Вы видели эти пью-пью-пью? Как с пулемета с эмперки навалил, блин, просто по караптерам. Ну и караптерами надо отлететь. Они демедженные. Если их потерять, если они погибнут, то ты просто просрешь ресурсы. А так-то их можно в брудов сейчас завернуть. Зелененькие выйдут, юниты нормально. Вот так, здесь друг кто-то Блай сбил. Шпиль есть, что Блай? Атаку заказывай, делай брудов. Или броню там, я не знаю, что там ему. Ну, получается броню лучше против там либераторов, против мариков демеджа там. Пошло восемь брудов у Блай. Минус чейнджинги, ребят, есть. Ну, Блай с брудами вперед идет. Шесть либераторов. Нету викингов, но есть одиннадцать гастов. И одиннадцатью гастами можно в легкую законтрить вот этих брудов. Но если Блай будет прикрывать с Микозом ультралами нормально, то можно и не законтрить. Ну, то есть нужно синхронизировать атаку брудлордами одновременно с налогом по земле. Десять штук. Десять брудлордов это много. Вот как раз-таки под планетарку ломиться брудами. Считаю я, что не очень грамотная идея. Здесь чистое поле как бы... А, ну здесь тоже планетарка. Кстати, ничего себе. Я здесь и не видел, что... А, ну третье-то это было, конечно, но в этом направлении и где планетарка. Идеально, конечно, прийти там, где нет планетарки, заставить драться тиранов с хистом поля, как-то там, я не знаю, может, почему. Потому что... Да, брудлинги будут заходить. Планетарка брудлингов в контрит. Очень хорошо. Знаете, с флешем? Двадцать восемь унитов убиты. Это все брудлинги. Да, они бесплатные, но давление-то дальше не получается. Снайперит. Все, снайперил сколько брудов? Шесть осталось, четыре бруда уже от снайперил, там сэмпер получается. По аэрболу, по либераторам идут. Блайда заказывает еще корабль, но тут чисто за счет запаса ресурсов Блайд победит. Скорее всего победит. Здесь у нас газ, он добывается. Здесь тоже вообще ничего не добывается на крайней базе. Развод рабочих сюда, чик, переводим и все. Там стационарный оборонный пеленочек. Так, микозы пошли, фаерболы по викингам заходят. Замечательный плюс. Ох, брудов осталось. Три всего осталось, плюс три каратора, да прямо здесь морфить может. Либераторы сбриваются, хотя здесь уже и каратор нужно, чтобы либератор разбрить. Ультралы, линги давят, вперед идут. Пять караторов плюс два и добавляют, потому что сборы сюда есть. Гасты где-то там сзади. Брудлинги крайне важны здесь, чтобы еще танчить выстрелы либераторов. Они не против танков помогают. С флешем даже сам себя тиран там убивают. Не раз я об этом говорил. А ты и против либераторов заходят неплохо. Ну все, караторы у Блая только одни остались. Ну не может он дожать сэмпера никак, кстати говоря, почему-то. Грейды тоже делать Блая перестал с таким запасом. Есть реведжеры, там те же королевы. Рейнджовую наземную атаку при простаивающих эволюшнах не делает. Но это еще ладно, с рейнджовой можно поспорить, но шпиль простаивает. Ни броня вторая, ни атака воздушная не делается. Хотя уже значительную часть армии у Блая именно воздух занимает. И по лимиту, и по важности вообще. То есть Блая вообще мог бы сейчас землю отдать, например, и маска рапторов напилить, чтобы видимо его в контриле. И чисто брудов иметь большое количество с грейджиных. Плюс добавлять инфестов, если видишь, допустим, снайпершотами пытаются убить. Книпосту таким, чисто чтобы снайпершоты сбить, даже не для каких-то других целей глобальных. Ну, крип в это время Блая еще тянет, тоже это неплохо очень. Ну, как бы по одному криптумуру, ну, пол карты своих заплодил практически. Здесь золото. А, это даже не золото, откуда эти рабочие переехали. Здесь еще три стоят. Золото вообще стоят, Блая, забыл. Все вот базы просто не добывающиеся. Тинкам и Блая, смотрите, какой ни о чем минералов. Потому что у него дронов сейчас, я не знаю, таких цифр нет. Там статистики в интерфейсах. Ну, точно. У него 15 рабочих стоят. То есть 15 рабочих могли бы минералы в это время добывать только здесь. Может, еще где-то есть. Но Блая, тем не менее, продолжает давить. У него запас по минералам гигантский. Но он бы мог больше становиться. Так, зеленка от викингов пошла. По либераторам тоже зелень. Там и воздушная, и наземная, и вообще Блая. Вот, что же с тем, что ну, это 1-1. Я Блая критикую. Но Блая здесь уверенная. Там такая игра, у него запас есть. Но, все равно, зачем делать хуже, если можно лучше, грубо говоря. По аэрболу, по викингам идут. Тут два дропа просто. Новейшие базы Сэмпера вырубил. Но БГ пишет, что все ясно здесь. Кто дальше с Блая? Ну, остались Шана, Китайцы, Пингвин. Кореец, как бы, соответственно. Я не знаю, где они. Здесь, не здесь. Шана здесь. Видимо, Шана сейчас будет. А, Пингвин, наверное, вообще ХЗ играет или нет? Викают. Всем верность. Также. Спасибо. Спасибо. pr Так, Азура и Гоблин ждались. Пингвин, Семпер. Подождать им надо. Погодите, а что им ждать-то, я чуть не понимаю. А, подождать Блая, видимо, пока Блай с Шаной сыграет. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Ну что, Блая, пойдем. Так, общему им паузу-то, я еще не понимаю. Так, Пингвин 7-1, Блай 5-1 с Шаной и Семпер 5-3. То есть Блай с Шаной решат сейчас, кто кого. А, еще и Блай пингвин потом будет, соответственно. То есть Блай может на первое место изи выйти. Если он, например, Шану сейчас 2-0 выиграет, то у него 7-1, как у пингвина будет. И достаточно ему с пингвином ничью сыграть. Хотя в ничью там по картам этим будет решаться непонятно. Как бы желательно выигрывать всех. Ну и Семпер бы пингвином, если бы выиграл, было бы хорошо тоже. Реклама СПЛ, помните, про длоги поддерживать меня и мой канал, соответственно. Блай ожидает, что-то там, что, матчи своего ожидает, естественно. Прыгаю туда. Прыгаю туда. Прыгаю туда. Продолжение следует... 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 это отбить, но... Королева, конечно, на две собаки нивелирует. Здесь она даже сильнее, чем две собаки в данной ситуации, но... Блай попытался прийти тут подналомиться. А то... Ну вот, пожалуйста, королева. Что здесь? В такой позиции королева, это вообще жесть. Здесь собаки одновременно все со всеми дрались. Блай быстрее бы сгрыз, может, до королевы добрался. А здесь-то пока они эти танковали. Блай просто отдал своих лингов и королева вообще демоджу нанесла нормально. Но это бред было от Блая драться вот в такой позиции. В итоге Блай, победив здесь, потерял больше здесь. На три собаки. Ну, не смертельно, не проигрыш, но смысл. В ВЗ как бы юни-то слабенький, поэтому и преимущество как бы оно такое получается. Кажется, что слабенькое, а можно перевернуть из-за трех собак даже. Да вот королева Блай вывел, посмотрите. Вот где начинается проблема. Вывел королеву, четыре собаки, сейчас королева минус нут. Минус нут? Да, минус нут, конечно. Одна собака осталась. Блай тем временем забегает. Ну и с толку от этих забеганий без скорости лингов. Ну, Грона забрал одного, да? Второго не заберет точно уже здесь. терял еще собак. 44-40 по лимиту. По рабам, слава богу, пока вровень более-менее идут. У Блая есть третья королева, тут по инъекциям он не остал, тоже хорошо. Пингвин лэйр пока не делает, и Блай пока лэйр не делает. В общем. Так, с 39-36 по рабочим, ребят. В пользу пингвина. Лэйр у него чуть раньше, Evolution, Roach, Ворон. У Блая тоже лэйр. Тоже Roach, Ворон, но где же Evolution? То есть ты собираешься в Roach выходить, но без грейдов, да, получи? Ну, смысл в этом. Блай любит поотставать по апгрейдам зачастую, но это очень плохая на самом деле затея. Вот, вот, Evolution у Блая пошел. Ну, отставание, посмотрите. Там 20 секунд плюс Evolution 20. Как минимум 40 секунд будет в грейде отставание. Если Блай идеально вовремя закажет. А у корейца уже Roach'и 10 штук в продакшне. То есть это что? Это атака тайминговая. Блай, пора начать продакшн. Посмотрите, он переимал 59, 44, парабам. У него и Roach'и, и шпиль тут, и все дела. И плюс один более поздний. Но здесь сколько? 10, 5 строится. У Блая только 6 в заказе. Посмотрите, уже пошел пингвин вперед. И что он хочет? Он хочет зайти сюда, отменить? Нет, он хочет камни, видимо, выбить, чтобы быстрее потом подходить сюда. Блай плёточку даже ставит. На всякий случай. 36 секунд она строится будет. Ну, Roach'и Блай строит. И учитывая то, что Блай дома здесь находится, и у него прирост ближе, я думаю, шанс отбиться у Блая есть определённый. И неплохой даже, учитывая плётки. Тем более, вот Блай ровером спалился. Вот ему пингвин идёт. А экономика-то лучше намного. Главное сейчас урона не надо получать. Вот Блай видит, куда... Вот видно же было, куда пошёл он. Чё Блай стоит-то? Сейчас отменят ему, блин, и Грейт, и все дела здесь. Заходит Корейц. Не, Блай здесь нормально. Блай здесь есть, и... А чё плётки-то все отменил? Блай уже уверен, так что отобьётся прямо. 9... 9, но это типичный Блай. 9 оверов, это проигрыш. Посмотрите. 32 роуча на 19. Плётки отменены. Корейц ломится вперёд. Смотрите, ещё прикол. У Блая соплай блок, и вместо того, чтобы заказать там 4 овера и роучи сверху на оставшиеся минералы, хотя бы, да, соплай, Блай строит 9 роу оверов. Ладно, когда ничего не происходит, и то это шаг неоправданный постоянно. Но когда, блин, тебя прессовать собирают, сколько ты 9-то их строишь? Ну хрена, ГГ, ребят, 1-0 пингвин. Хотя мутка вышла, может быть, мутка здесь. По-моему, я думаю, Блай крит дэмэдж по экономике получится. Да, крит дэмэдж Блай получает. 20 дронов минус, даже по аэрболу, несмотря на то, что заходит. Всё равно здесь всё очень-очень плохо. С другой стороны, кореец тоже, как бы, он получается улынет фактически здесь. Но он слишком высокий, большой урон наносит экономике Блая. Если бы сейчас Блай этих роучей отбил, у него хмутка была, он там восстановил бы экономику. Здесь четвёртая, третья, точнее, не раскачана была. Ну, чё-то тут тупик сингвином. Даже на мейн главе не заходит. Дроны падают. Сейчас на мейн часть побежал. Тут уже 55-40. Ну, двукратные преимущества по лимиту, конечно же, как же без него. Королева минус. Всё, роучи уходят. При всём желании, даже если, ну, пингвин не будет Блай атаковать дальше, у Блая просто нет потенциала, чтобы резко дронов сейчас намасить, во-первых. А муталисков всего три. То есть они здесь ничего не нахарасят. Даже если бы здесь, ну, десятка было бы, может быть, ещё что-то получилось бы. Что за история с пробками и на Нивой? Ты что, блин? Как это называется там? Ньюфак или как там их? Да уж чатики спрашивали, чтобы настолько-то не слогоко мне выставлять себя. Какой-то год-то был, я даже уже, не знаю. Это, наверное, даже уже не 14-й год был. Это год, наверное. 12-й, 13-й. Плюс два у пингвина попёрл. Ну, ещё Блай пока не сдаётся, но здесь опять забегание Роуча идёт. Жесть, опять Блай теряет рабочих. Там три муталиска возвращаются. Ну, три муталиска — это ещё и ДПС-то ни о чём. То есть, пиво. Сейчас пингвин убьёт и Роучи, и Блайовских этих, и ещё и рабочих пошатает. Потому что пока три муталиска выбьют Роучи, здесь пройдёт реально много времени. 12 дронов минус. Очень много, но убивал. Опять 126-49. Давайте ещё немножечко посидим здесь. Вдруг пингвин, ну, я не знаю, что он может сделать. Уйти из-за компьютера просто. Так, два мутки, кстати, подмасил, и Люркер Дэн делает. Ну, у пингвина уже гидралисков там много есть, и... Понимаете, что он сидит-то? Иди ты добей, уж там три-четыре муталиска летают. Ну, блин. Хватит этих потуг-то уже. Плюс два тем более доделывается. Пингвин заходит через верх. Ещё одного овера была, минус. Зато, смотрите, у Блая, сколько оверов. У нас 162 лимита. Сделаем. Так, 1-0 пингвин. Лучше взять у него ещё одну карту, конечно, попытаться хотя бы. Бываю. Продолжение следует. Прыгаю, хвост есть. Прыгаю, хвост есть. Прыгаю, хвост есть. Прыгаю, хвост есть. А, погодите. Ну да, безгазовый, но более поздний, ребята, пул. То есть у него, вы видите, гронов больше. И выход в хатку. То есть это надежная. Адлая то же самое, что в предыдущей игре. Абсолютно то же самое. То есть безгазовый подгрыз. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Сублая прибегает. Пингвин уже, я так понимаю, собак спалил. Да, у него свои уже есть. У меня, говорит, свои есть. У Блая тоже хата заказана более поздняя. Но, так, не помню. Блая сгрыз, что пингвина? Да, на оклике Блая пингвина сгрыз, смотрю. Ну, надо хотя бы пару рабочих. Минус ну четыре отставания, потому что не очень хороший расклад. Вот, собаки все набегают и набегают. У Блая тренадцать у пингвина. Вообще четыре линга сейчас. Пингвин там подонок Блая. Собаку, по-моему, сгрыз сейчас. Королева плюс дроны плюс линги здесь пингвиновские принимают бой. Блая одного дрона сгрыз, второго сгрыз, собак сгрыз. Чуть назад отступить и заново в бой вступать. А что Блая боится-то? Шесть, ну хотя дэмэдженных там несколько, извиняюсь, правда, также закрыли. А, вот еще две подбежали-то. А, понятно, что Блая хотел сделать. Сгрызает пингвину собак, королеву окружить надо. Давай, давай, Блая, нормально. Сейчас дэмэдж можно нормально нести. Грызи ты ее, эту королеву ссаную уже. Пингвин сныкался королевой. Блая просочился вперед, все-таки минуснул королеву. Не, ну здесь урон Блая нанес. И я думаю, что Блая, ну, прям не в плюс для себя. Ну, хотя в рове не обязан уводить. Хотя все равно, смотрите, все равно пингвина рабочих больше. А если вот королеву эту, я не знаю. Конечно, американский СР, пинг. У меня 133, у Блая всегда больше обычно он говорил пинг. Ну, то есть примерно, я вспоминаю, у меня на Корее 300, у него 400 в стиле. Ну, на Америке, может, у него под 200, там, я не знаю. Может, трудность. Ну, как бы сразу, если бы кружил королеву твой рабочих, успел бы убить еще. А так пингвин грамотно не там уходил. Ну, все равно в ровень хотя бы по рабочим вышло и более-менее. И это нормально для Блая. Все равно пингвин больше заказывает, черт побери. Блая ему где-то там овера минуснул. Ну, у пингвина вот 28. Так, 28, 26. Сейчас будет 32, 26. Просто 6 рабочих разницы. У Блая 7 всего заказывает. Сейчас все равно пингвин в плюсе, черт побери. Собака пока пингвин камнем бьет. Блая решил в королеву подгрызть. Чем ничего не решил? Просто собаку отдал и все. Не контролил. Более-менее в ровень по рабочим пошли. У Блая лэйр. Одновременно с пингвиновским. У пингвина уже рауч ворон есть. У Блая пока нет. И эволюшен у пингвина есть. Опять же, если Блая собирает землю играть, опять же будет оставать. Может, и шпиль будет. Но в такой раскладе шпиль, ну, крайне опасно пилить. Одновременно лэйры просто вообще секунда в секунду. И, ну, скоро сделается раучем достаточно быстро. Если просто пингвин захочет таймингу атаку привести, то, ну, максимально на что Блая может рассчитывать, тут раучи придут, у него мута только вылезать будет. Так, пингвин, видишь, Товер тут была. А чё, как он виден-то, не плывут? Кривой контроль, а Блая. Здесь же странно вообще. Ай-яй-яй, уходи, не ушёл. Здесь же, по идее, мёртвая зона должна быть. Странно это всё. Значит, Криво Блая поставил, пингвин просто вот туда угнал, и всё. У Блая шпиль 58-72 по лимиту. У Блая больше дронов 48, пингвина 42. Но у пингвина, как я и говорил, уже 10 роучей плюс 4. Скорость раньше будет, то есть 50-20, там, 30 секунд остаётся, грубо говоря, до скорости. И здесь ещё Криво почти у Блая, блин. А у Блая наш рассчитывает на муталисков, ё-моё. Всё, какие муталиски? Муталиски уже не прокатились здесь. Сейчас на скорости пингвин массит роучей, это значит, он стопудово на скорости вперёд ломанётся. Он даже третью не раскачивает Блазу. Шпиль 6, там, секунд буквально. Ну вот, скорость одновременно со шпилем примерно. 79 скорость и шпиль столько же, примерно, строится. То есть, Блай, если муту даже до заказки, я и говорил, то Таун даже не заказывает. Он понимает, что уже поздно муту заказывать. У него такой высокий ДПС, это 2-0 пингвин, ребята. Ну, а чё по этому поводу сказать? Ну, хочешь муту выйти, раньше лэйр намного надо стараться заказать. Раньше. Либо, если у тебя нет информации, с Уверсиром пролететь надо было посмотреть, что пингвин роучей массит как-то, я не знаю. Здесь уже бесшансово. Должал этот роуч ворон пингвин. О, мута из кухлая появился. Да поздновато. Так, ну что, какая у нас ситуация-то здесь будет сейчас? Сэмпер с Шаной сыграл. Сыграл, видимо, сэмпер с Шаной, да. Ну, Лая, блин, 5-1 было. Честно говоря, 5-3 стало, типа, как у Сэмпера. У Шаной там тоже столько примерно. Ну, Блайз Шаной должен, мать, чё-то решать. Ну, где этот Шаной, где этот кто-нибудь вообще здесь? Или там уже всё решено? Система, на самом деле, замороченная. С этими картами ещё там кто кого пикнул, как там. Возвращаясь. Это не просто. Капа. Звучит. Так, секундочку. Так, секундочку. Так, секундочку. Так, секундочку. Так, секундочку. Так, все, я здесь. Смайл HD 4 в июне было. Вот. Ну все, Блайшана сразу будет играть. Отлично, значит, посмотрим мы Блайшана. Матч сейчас прямо. Так, прыгаю к Блайшан. Так, прыгаю к Блайшан. Так, прыгаю к Блайшан. Так, ну все, погнали Блайшана. А, каталена тут карты есть. Охренеть просто. Я не знал, что каталена есть. Оказывается, на этом турнире такая карта. Так. 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 Ну что-же, с мэна. Посмотрите, опять же, с мейна. Здесь у нас газ попёр. Так, с орбиталыч попёр на мэне. Ушаны. То есть рипер в ЦЦ щеку да поху. Снизу, кстати, была. Причём это барак гаст рипер в ЦЦ ху получается. А у Влая Роуч Ворона с мейн все та агрессия с роучами, очевидная абсолютно, но и на этой карте как бы, во-первых, идти здесь далековато, во-вторых, здесь запрыгивать можно со всех сторон на мейн, и как скрыть вот этот Роуч Ворона от рипера, я даже не знаю. Ну Шана предпочитает еще постоять здесь дома, что-то потупить, а вот собачка забегает, Влая Роуч, Марик первый вышел. Куда она побежала-то? Не успел забежать, если бы успел бы вообще по идеальной премии протянул бы, конечно. Так, ну что, на Роуч есть? Да, Лесопла есть на Роуч? Собаку Шана не убил, и побежал. Прот, здесь шесть Роуч уже заказано. Здесь, так, второй барак факта, ага, это еще, да, это, то есть это был барак Газбилд и выход в эти, ну, 16 Мариков дроп. Хорош, минус Рипер, быстренько Блай делает, одного Роу чуть на мэни забыл, берись с собой ты его, вот взял, наконец-то Блай. Дроны, все, все, что-то сюда едет, привет, Вега Лир, привет всем, ребят. Ну, Шан и Бункер сейчас будет готов, ну, тут 3 Мариков все сидят, хотя здесь и Циклона еще добавляется. То есть Блай по Аркаду такое делает, на самом деле, ну, на что он рассчитывает ЯХЗ даже здесь. Но Бункер, кстати, ничего Блай забоялся. Здесь поэтому Блай, если ничего не сделаешь, ты в задницах полную, вот такими юнитами прийти. Да, рабочих здесь не было, второй Реважер подходил, второй Фаербул кинь, пробивай Бункер. Да, конечно, как бы, Тиран убьет там 3 Роуча, как минимум, но осталось бы у Блая там Роуча, 2 Реважера. Ну, хотя, да, что там против Циклона, все равно ничего не сделаешь, Циклон-то, как бы, вообще не под ударом. Блай просто предпочел, как бы, этого оборону юнитов оставить и уйти в экономику. С какой-то стороны, может, он и прав, но, видите, по этому биллу сейчас же дропы пойдут тут, а, китайцы, Блайчику, в перспективе, да. Так, где Овер, ведь это у Блай Овер, вот рядом было, как бы, насколько я вижу. Овер, это хорошо. Блайера нет, ток-ток, вторую Блайера скачал, третью собирается ставить. Ох, хорошо прилетело-то, смотрите, как. Прямо, я сказал, замечательно по Циклону прилетело. А что сначала, что мешало так сделать? Ну, что-то мешало Блайер сначала так сделать. По Циклону тут ошибка китайца, конечно, но, что мешало вначале сразу Бункер пробивать. Ну, хотя, по моим подсчетам, я же сам сказал, что так будет. Ну, не знаю, может быть, стоило попробовать, может быть. Вступает Блай домой, дома Лэйер. Третью, почему-то, хат не заказал, ресурсов дофига, почему не заказал. Эволюшин сейчас будет готов. Шана уже дроп полетел, сейчас уже стим будет через 2-10 секунд небольшим готов. И танки пошли, то есть мало того, что Шана собирается сейчас дропить, так он еще и дожимать потом будет. Баз, био, плюс танки. Три барака, да, пошло. Ну, это, наверное, правильное решение, скорее всего. Я думаю, не скорее всего, а правильное. Главное исполнение. То есть правильное оно, почему? Блай отстает, как бы, по технологиям. Он пытался подкушать, у него вообще ничего не вышло. И в итоге, ну, конечно, можно попробовать дожать. Но здесь и без того всего. Точнее, без даже последующего зажимая, Блай уже терпит. Два реводжера, минус 4 дронов, все покатались. Королева точно Шана минус 0. То есть экономического преимущества нет никакого. Технологического преимущества тем более нет. И за счет чего вытаскивать здесь тоже непонятно. Прикопалась корка. Гоняет в Китае сутовера. Ну, Блай, вот если бы идеально сюда летел. Ну, хотя нет, здесь с двух сторон, в любом случае, он выбил бы. Овер минус, а Блай блок еще, видите, потери, там, двукратная разница. Тоже 1600-1809. Да, летает Шана, пытается найти какое-то уязвимое место где-то. Ну, дроп пошел, смотрите, танчик с хайграунда, один маленький, смит. Щиты, там, 3 секунды до щитов. Все щиты готовы. Даже два танка, один сюда ближе надо разложить, просто-то будет хагрить еще лучше здесь. Шана предпочитает оба... Оу, вообще. Ну, кстати, идеально, да, близко сюда. Они и на ФКГ, как бы, посмотрите, докуда. Аж до рампы достает. Он вон, прям в рампу перекрывает танк этот, китайца. Попытался выбить инфестера, Шаныч. Инфестера не очень-то выбил. Сверху танчики наваливают. Здесь Блайя пошел, попытался их сбрить. А Вижена-то нет на хэге. Как же танки минусуют. Какая жесть вообще. Просто, смотрите, потери. Просто разорвал Блайя Шана. Он неплохой тиран. Я давно видел, что он в Китае там всех почти может победить. Как бы, результатов особо у него нет. Но, конечно, вот какие-то... Если правная игра была, я думаю, Блайя, что сильнее его, как бы, ну, изначально. Но Блайя свой бред, ну, делает, как бы, с этими хатами. То есть, не хатами, а с роучами вот этими непонятными. И вы видите, в чем в итоге происходит. Потери 7-200 на 2-200. Перебор, я бы сказал. Ну что, и крайняя игра на сегодня в этом турнире, как бы, получается. Продолжение, там, другие группы 30-го в август, по-моему, продолжаются. Да. И 1-го сентября. Ну, что Блайя выйти, нужно брать карту, иначе он вылетит сейчас. Это же Блайя. Семпер, Пингвин и Шана выйдут, иначе, как бы, наверное, если Блайя сейчас проиграет. Может быть, и уже так получается. Но если сейчас Блайя проиграет, то стопудово так будет. А это что? Это печально. Это печально. Погнали. Продолжение следует... 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 спас 2 дрона газ не отменил в итоге но он смотрите третью языка лучше потом четвертую займет а газ уже есть лучше чем дрона отдать на самом деле прикольно одинокий газ он далеко от зерга но он надеется на когда воссоединение скорая в этот раз была начала как сказать рипер убил две собаки и газ заставил заказать фактически потери рабочих можно сказать есть блай овера дает здесь баншат с инвизом майнгеймс такой что шана не будет баншот менять обычно как делают меняет инвиз заказывают ревена например просто второй овер два овера сразу минус нет что-то начало для блани очень хорошая какой-то прям ему на убивали но блай умеет вначале оверов по 10 штук заказывать опять же смотрите 45 58 нет соблаго кати еще товары блин там сейчас вообще будет просто двукратная при а блай пушится все беру свои слова назад все правильно здесь то блай делает он пушит собрался шану но здесь то банша инвизна пришла на как будто он ясновидящий знает что блай чистить прямо ну реально я уверен что эти роучи сейчас ничего не сделают здесь блай потому что шана уже баншой вперед летит здесь и гелики здесь еще одна банша и армори то есть и хилбаты да ну это закон трена вообще властью королеву тут бомбить не надо так говорить а или блай собрался принимать кстати если блай вперед не пойдет роучами сейчас а встретить шан и выход вот этот вот хилбаты плюс банши дома то может что-то получится в разумительное вот гелики за езжи ой сколько что-то хилбатов просто жесть вообще а роучи ушли отбиваться чем-то видит что здесь врыв идет а вот роучи возвращают баншат с инвизом спорки нет лейра нет то есть пожалуйста банша громит все вообще в мясо веру по роучи моно дэмодс безнаказанно наносит сейчас большой очи блай заказывает дронов понимает что слушать ему уже не вариант здесь что-либо спорка со второй перекапывается сюда ну хилбатов отбил транс юз же был на вот был же транс юз на ту королеву можем он бы сейчас могло трижить и в итоге только одна здесь бегает и это сейчас минус будет как здесь спорка еще не готова на 2 на мэне спорка есть королев на новых заказывать викинг летает бомбит сколько он уже оверов то сбил 5 уже оверов сбил этот викинг что за дичь происходит вообще ребят здесь роучи идут вперед блаевские к шане сейчас 10 соцеха 10 скид 2 и 2 слоя депо вообще жесть какая-то цеха была минус нюх придется эскейп нажать отменить чинить то ее нельзя теперь же шана не бомж отменяется цеха что ему терять 400 минералов гвоздь мариков начинает бомбить викинг полетает викинг садится марики на стиме уже кстати там инфестейшн делается роучем скоро сесть так ну что полетели мула там на мэйн на вторую простите третья ушана он уже там снизу две банши тут продолжают шатать почти что добил королева но почти что не считается шана и опа он видит а хату то дэмэдженое мясо чтоб ее не добить то здесь решил шан и добивает там транслюза конечно есть все таки от транслюза чертяга шана решил уже на таранк хату взять взял хату еще и королеву добил но была и вот новая здесь ставят газ доживет да блин хата ничё себе я думал не доживет уже судя по игре раскладу ну надо сюда дронов перевести на самом деле дистанц майнинг хотя здесь тоже дистанц майнинг но здесь хата раньше будет надеюсь уже выход 2-2 ёма тут 2-2 уже заказанную гладку первая броня доделывается с одного эволюшина получается 2 гладила и ну короче опять же отставание вначально опять 3 2 страны как-то в лайпус предыдущих проигрышей у меня такое ощущение спустя рукава играет и не прав но ладно там пензин сенсором то 11 сыграл муша на то как бы он никакой не фантастический но как вы видите тиран неплохой в целом то есть играет по моему очень даже танцов похвалился танк подрыва зерок разложен сразу же минус танк ну тут дожимает злая просто шана контроль правду боги часть марика впереди часть сзади още чем делает танчик отошел второй приходит у него запас тут просто реально прочности было вы видите тирок давит скан пошел инфеста терана в углу и выкинул но потерял в итоге этот инфесторов обоих здесь кстати они танчики минусули инфеста терана но 91 101 приходят марики сейчас новенький хата падает в очередную очередная хата в очередной раз падает у влая и шана перелетает вот там в центр здесь третья во всю хочу сейчас 2-2 грейды будут да нет здесь все ясно 2-0 к сожалению 0-2 для влая 2-0 для шана несмотря на что лимит пока близки здесь все очевидно вы видите апгрейды эти просто то есть жесть ваще и газ минус 0 не дожил до конца игры интересный инфестор есть помощь к я китайц на стиме бегает так фактурочка прошла слабый блайн пинг но есть конечно блайн пинг но китаец на америке тоже не без пинга играет явно поэтому даже может у китайцы я не знаю какие там китайцы в пинге на американском сервере может даже и не побольше так четвертый цех поверло что-то шана засел зачем он зажался давил давил и зажался чё-то чё он ждет не понимаю пока блайн ультралов построить с такой экономикой может блайн ультралов построить а не вот дропом отвлек и все-таки вперед пошел 166-137 по лимиту 2-2 шана против 1-1-2 идет вперед ой какой микот там в молоку микота видели там такую пачку можно было в микот поймать блайн мимо кинул сейчас вода йо 2 это угла не идет синегра папга-то там блайн играет интересно сейчас забегание было там два минус ну мы больше ничего не сделали здесь четвертую не отменяет шана так либератор вперед идут ничего не понимаю стоит танк это ближе подведи он сюда куда-нибудь медиваками ли унитов не лечит танки вообще сзади где-то раскладывает их очень странно в куче все еще по одному ближе сюда не знаю пошла атака вторая броня угла это делается как-то дело лазь которая его тоже не спасает на стиме все шана вперед ведет видимо через эфту контролил и вперед послал юнитов да у него все в пачке здесь первой там вообще в те юниты в одной пачке хорошее файрболы но шана понял что там что-то его много облая что-то мало и пора дожать уже хорошо файрболы конечно заходит но тут без шансов энд просто полный причем же самое главное в ламе лично игры 2 а всю игру он сражается армией рендовой то есть типичная такая тема на будущее рассчитана но если тебя убивают то это выглядит бредово конечно так инфеста терна накидана шана скупает ничего назад под танчики надо инфестернов минуснуть минуснуть минуснулку файрболы отблая новый прирост идет сюда гг ребята гг в общем что я могу вам сказать это все будет на ютубе уложено делал данный турнир завтра у нас али маль опа завтра кунг-фу кап кстати будет так же ну кстати если я не уеду получается у варди кстати по балансовому моду турнир устраивает если я завтра не уеду за грибами то в 14.00 постримлю я кунг-фу кап тогда получается вот следите за этими моментами всеми а также завтра алима лига финал месяца но и в кунг-фу кап буду стримить в игре буду если буду вообще плюс варди викли завтра турнир по новому балансу ну а данное все дело я выложу на youtube естественно данный турнир блин увидите в записи так всем спасибо за внимание увидимся ребят закругляюсь врываться без задержки не буду но всем спасибо за внимание и за поддержку громадная смотрите starcraft стрима на неделю еще будут в среду gsl кстати будет 12 30 как обычно